Минувшая неделя не была богата на какие-то реальные события, потому в сегодняшнем выпуске мы поговорим исключительно о нереальных событиях, которые все-таки происходили в Республике Башкортостан. Но вначале я хочу поблагодарить наших зрителей, которые активно участвуют в жизни канала. В последнее время стало существенно больше лайков под каждым видео, а лайки, как я вам многократно уже напоминал, это некий двигатель сюжетов и вообще канала внутри самой системы Ютьюба. Чем больше лайков, тем больше и быстрее будет двигаться и канал, и отдельный сюжет в рейтинге Ютьюба. То есть лайк – это совершенно бесплатное топливо для наших видеороликов, которые вы подливаете нам. Кроме всего прочего, я безумно благодарен тем, кто помогает каналу материально и перечисляет какие-то средства. У нас довольно много подписчиков, и если хотя бы каждый сотый или пятидесятый из подписчиков нам будет перечислять скромную сумму, то это будет очень существенным подспорьем в нашем хозяйстве, которое периодически требует обновления. Микрофоны ломаются, камеры нужно менять. В общем, мы еще раз повторюсь, очень благодарны тем, кто помогает нашему каналу материально. Начнем, пожалуй, с самой нереальной истории. Нереальной в том смысле, что ни подтверждения, ни опровержения этой истории мы пока не имеем. И я говорю о загадочном исчезновении мэра Уфы Ульфата Мустафина. Месяц, как пропал градоначальник из публичного поля, никакой информации первоначально не поступало. Потом была какая-то смутная информация от пресс-службы мэрии о том, что Ульфат Мансурович ввиду контакта или возможного контакта с ковидными больными ушел на добровольную самоизоляцию и появится через буквально полторы-две недели. Это событие очень совпало с арестом двух высокопоставленных сотрудников мэрии и всячески интерпретировалось в соцсетях и в информационном пространстве, как попытка Ульфата Мустафина избежать вопросов следствия. Однако отсутствие градоначальника затянулось в период и после 14-15 октября. Далее поползли слухи о тяжелой болезни мэра. Далее поползли уже совсем фантастические слухи о том, что Ульфат Мансурович пребывает в бессознательном состоянии, эвакуирован на самолете в Москву и так далее. Никак эта информация не опровергалась и не подтверждалась мэрии. Уже буквально вчера мэрия выпустила странную информацию о том, что Ульфат Мансурович болен воспалением легких, что это вообще не тяжелое и не опасное заболевание и ничего не угрожает жизни мэра. Более того, господин Байдавлетов договорился до того, что отсутствие мэра никоим образом не сказывается на благополучие горожан и вообще не имеет никакого значения. Тут я бы, конечно, возмутился и предположил, что это либо глупость, либо диверсия, потому что фактически господин Байдавлетов заявил, что мэр нам вообще никак не нужен, потому что даже его месячное отсутствие никоим образом не сказывается на работоспособности мэрии. Всячески избегая подтверждать, обсуждать или опровергать слухи, я все-таки здесь затронул бы два аспекта. Первый абсолютно этический. Можем ли мы обсуждать здоровье человека, когда, условно говоря, он, возможно, пребывает в неком бессознательном или беспомощном состоянии, когда его состояние тяжелое и угрожает жизни и так далее. Во все времена было неприличным обсуждать состояние здоровья людей. Особенно без их разрешения или без разрешения их родственников. Это абсолютно так. Однако, здесь мы имеем дело с публичной личностью. Более того, противоречие господину Байдавлетову, я бы все-таки предположил, что фигура мэра и его влияние абсолютно велико и имеет место быть. Потому, обсуждая судьбу и обстоятельства жизни публичных фигур, мы, наверное, все-таки немножко иное что-то предпринимаем, нежели просто сплетничаем в подворотнях. Тут надо не переходить грань, тут надо, пожалуй, собирать информацию. У меня, к сожалению, эта информация есть и ничего хорошего эта информация в себе не несет. Однако, я полагаю, что стоило бы нам все-таки подождать еще некоторое время и все встанет на свои места. Мы поймем, кто был прав, кто виноват. Мы дадим, наверное, правильную оценку действиям нашего пресс-секретаря мэрии господина Байдавлетова. В общем, я думаю, что впереди у нас много серьезных и, к сожалению, печальных новостей. А вот в чем я абсолютно уверен и о чем могу говорить абсолютно открыто и в полной мере, это о безобразном состоянии и качестве пресс-службы нашей мэрии. И раньше было так, что информация, которая из нее исходила, была то ли неполной, то ли вообще ее не было, то ли она была вечно запоздавшей. Мэрия и управление крупнейшим городом региона – это важнейшие органы. А пресс-служба мэрии – это должна быть самая оперативная служба во всем муниципальном пространстве Республики Башкортостан. Вот это то, что мы видим, да, вот это вот ни о чем служба, вот это, конечно, безобразие. Во многом это вредит работе самой мэрии, во многом это вредит самому мэру. К сожалению, нынешняя администрация города Уфы этого не понимает, надеясь, что это будет правильно расценено в будущем и эти ошибки будут исправлены. Вторая нереальная история тоже будет касаться коронавирусной инфекции, борьбы с этой инфекцией. И эта история будет касаться, в первую очередь, ситуации с кадрами в медицине. В последней неделе стало понятно, что с кадрами в башкирской медицине просто катастрофа. И речь идет уже о элементарном наличии этих кадров и достаточности медиков в системе здравоохранения. В прошлый раз мы говорили о том, что около 800 медиков покинули рабочие места и уволились, например, из РКБ имени Куватова. И, видимо, эта ситуация абсолютно хроническая. Время от времени мы видим какие-то совершенно панические объявления о том, что требуется за 100 с лишним тысяч в смену специалист для работы в красной зоне. Это говорит о том, что уже совсем край. И вот, что случилось на прошедшей неделе в Башкирском государственном медицинском университете. Началось все с правительственной телеграммы от министра здравоохранения Российской Федерации, которая поступила во все регионы. Господин Мурашко, министр здравоохранения России, пишет о том, что с целью бесперебойного обеспечения жителей Российской Федерации медицинскими услугами и в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, он считает целесообразным привлечение студентов-медиков для работы в медицинских учреждениях и для обеспечения оказания медицинских услуг населению. Отдельным пунктом господин Мурашко в предпоследнем абзаце своей телеграммы говорит о том, что единственной формой вот этого привлечения является оформление на работу на должности, соответствующие квалификации студентов-медиков в медицинские учреждения. То есть речь идет о привлечении на работу студентов-медиков для улучшения ситуации с кадрами. В нашей стране, в Российской Федерации, привлечение на работу в принудительном порядке запрещено законом и как бы его не существует. То есть человек, устраиваясь на работу, делает это всегда добровольно. Вот это ключевой момент, и давайте его отметим, прежде чем мы перейдем к тому, что же сделали на самом деле башкирские власти. Далее в БГМУ произошло буквально следующее. Понимая, что студенты-медики добровольно не захотят идти работать в красные зоны, дело в том, что они уже поняли, что это такое, многие уже поработали в первую волну и знают, что все ужасно с точки зрения условий и последующего отношения к ним. Так вот, ректорат медуниверситета, понимая, что не наберут они никакого количества достаточного студентов-добровольцев, изобрели следующую форму. Они объявили, что практика 2021 года, которая должна была случиться следующим летом, переносится на нынешнюю осень и будет исполнена, видимо, в виде вот такого вот отбывания повинности в красных зонах ковидных госпиталей и больниц. Это странная история. Это абсолютно не то, о чем господин Мурашко в своей телеграмме заповедовал российским регионам. Однако уже буквально вчера-позавчера появился приказ, причем примечательно, что он не был подписан ректором Павлом, а подписан исполняющим обязанности ректора. И в этом приказе, черным по белому или синим по фиолетовому, было написано о вот этой новой схеме замены практики. Родители студентов-медиков уже давно наблюдают за этой ситуацией и очень обеспокоены вот этим всем. Обеспокоены фактически принудительным привлечением их детей в опаснейшие условия труда в красные зоны. Более того, родители задают вопросы, хорошо, ребенок отработал две недели в этой красной зоне, он возвращается куда? Он возвращается в семью, карантин он отбудет в семье, где у него уже очень взрослые родители, где у него старые бабушки и дедушки, где он потенциально передает инфекцию, имеет которую или не имеет, еще неизвестно. Потому что мы знаем, что тесты, особенно в момент заражения, абсолютно недостоверны. То есть вот эти все вопросы, они накопились у родителей тех студентов, которые учатся в Башкирском медицинском университете. И вплоть до того, что родители уже готовы создать некий комитет защиты своих детей. Родители готовы уже обратиться в прокуратуру, чтобы дали оценку вот этой ситуации с подменой практики на работу в ковидных госпиталях и больницах. А также родители этих студентов видят, что, например, соседям Татарстане просто отменили эти практики, не заменяя их ни на какую другую повинность и не пытаясь вот этими недоучившимися медиками заткнуть дыру, которая образовалась в кадровой системе республиканского Минздрава. Вообще в этой ситуации я, как обычно, в нашей многострадальной республике вижу опять деньги. Задержка выплат, отказы в выплатах врачам и медперсоналу больниц, который спровоцировал в дальнейшем на фоне вот этих ужасных условий работы в красных зонах и рядом с ними, спровоцировал массовый уход и увольнение медиков. Вот именно эта проблема с деньгами вызывает теперь следующую волну, вот эту мобилизацию фактически студентов-медиков. Кроме всего прочего, детям этим несчастным не заплатят, ведь они же на практике, их никто не оформляет на работу, как завещал министр здравоохранения Мурашко. Кроме всего прочего, у меня большие вопросы и к качеству медицинского обслуживания. Хорошо, студенты, медики и тара-та-та, но ведь они не врачи. Многие из них совсем не врачи, а многие из них и вовсе не врачи. В общем, тут нужно много и долго предполагать об их качестве, но однозначно, что это не готовые медики, это люди, которые не способны осуществлять полноценную свои функции, то есть они все еще учатся. С самого первого дня возврата в Башкортостан Ради Хабиров ведет себя с республикой, как престарелый любовник с девицей. Почему-то ему кажется, что чем больше будет праздников, застолий, салютов, фейерверков по любому малейшему поводу, и чем веселее будет республики, тем благосклоннее она будет к нему, тем больше она к нему будет расположена и прочее, прочее. Это странное, достаточно превратное поведение руководителя республики. В общем-то, у нас отпечаталось во всем, и мы уже как-то начинаем уставать от этих бесконечных подарков, которые нам пытаются всучить. И вот на прошедшей неделе опять случилось, опять нам попытались преподнести два подарка. Первый из них это зоопарк, а второй центр управления регионом. Ну, с зоопарком тут вообще мрак, если честно. Мы все еще не остыли и не забыли абсолютно о ситуации с вот этим многострадальным дельфинарием, какую вызвало это реакцию, и как это все было ужасно обставлено опять же в той же самой мэрии Уфы. Теперь уже зоопарк вышел на уровень правительства, теперь это исходит уже от республиканских властей. Вот эта инициатива потратить 2 миллиарда рублей на то, чтобы в Уфе было скопление диких животных, которых содержат в неволе. Я не знаю, какую реальную объективную вызовет реакцию вот эта инициатива, когда она уже пойдет в народ и начнет обсуждаться. Я не знаю, насколько будет популярен вообще зоопарк в Уфе, но, однако, меня посещают мысли о том, что зоопарк это, в принципе, архаизм. Это какое-то вот средневековье, когда диких животных ловили, заковывали в кандалы или закрывали в клетки, и потом глумливо хохотали на всяких, значит, придворных обедах, глядя на медведя, который там страдает в неволе. А по поводу центра управления регионом, тут, конечно, надо более серьезно к этому подойти и порассуждать. Вот как устроена вообще власть у нас в стране, по крайней мере, достаточно понятное и примитивное устройство. Вот есть, например, какая-то сфера, там, промышленность или правопорядок, медицина, образование, неважно. Вокруг этого выстраивается некое министерство, ведомство, да, то есть это целая система, которая руководит этим участком человеческой жизни, этой сферы. Далее разные министерства объединяются в правительство для того, чтобы скоординировать их деятельность и чтобы, ну, их деятельность, например, не противоречивала друг другу и прочее, прочее. Ну, что, собственно, наверное, разумно. Вот правительство – это некая квинтиссенция власти, где собираются все министры, а каждый министр управляет своим министерством. И у этого правительства есть некая верховная власть, это премьер-министр или там президент, где как устроено. Вот, собственно, та схема, к которой мы привыкли и которая работает уже много-много лет. Хорошо ли, плохо ли, но работает. Окей. Теперь у нас появляется некий центр управления регионом, который будет управлять правительством. То есть над правительством появится еще одно правительство. Одной из задач этого центра управления регионов было провозглашено, что он будет особенно трепетно относиться к обратной связи с населением и, исходя из этой обратной связи, давать некие рекомендации и фактически управлять правительством. Вот тут, конечно, напрашивается мысль о том, что мы начинаем плодить сущности, мы начинаем размножать вот этот управленческий аппарат, а любое преумножение управленческого аппарата всегда приводит к неэффективности управления. Это уже закон природы. Кроме всего прочего, меня лично пугает, что ключевую роль в этом всем центре управления регионом будет играть опять, например, госпожа Прочаковская, которая уже полностью проигралась на ниве вот этого инцидент-менеджмента и теперь, значит, видимо, реинкарнируется в виде вот другой какой-то некой системы. Кроме всего вышесказанного или ниже упомянутого, речь все-таки идет о том, что в центр управления регионом будут заведены люди, которые никакого отношения не имеют к ведомственной деятельности и, по сути, они начнут управлять с точки зрения там вот этих вот взаимоотношений населения и власти начнут управлять какими-то очень специфическими секторами. Сельским хозяйством, образованием, медициной. Ну, в общем, у меня очень много вопросов к их компетенциям. А еще мы строим временное здание центра управления регионом. Прямо непосредственно в близости от Белого дома будет воздвигнуто нечто временное. Правда, на целых 540 миллионов рублей. Это немало, полмиллиарда все-таки. И у меня вопрос, а почему временное? А почему не взяли другое помещение? У нас пустует огромное количество административных помещений в Уфе. Можно было бы куда-то прямо сейчас въехать. Зачем сразу строить? И почему-то мне это стало напоминать ковидный госпиталь. То есть вот эта срочность, быстрота возведения. И вот это вот по любому поводу мы начинаем строить что-то временное. Вот это, конечно, немножко настораживает. Как известно, самым действенным и понятным способом оценить ситуацию и отношение к этой ситуации со стороны населения являются опросы. Что-то в последнее время их стало не видно, не слышно, и потому мы решили провести собственный опрос. И, кстати говоря, я планирую продолжить проводить опросы еженедельно, пока на площадке ВКонтакте. А дальше будет видно. Опрос, который мы провели на прошлой неделе, оказался на удивление эффективным. В нем поучаствовало 1138 респондентов на данный момент. И опрашивали мы наших жителей и участников процесса о том, как бы сложилась избирательная судьба господина Хабирова, если бы выборы были завтра и если бы они были честными. Разбив вопросы на определенные ступени процентов, мы выяснили, что порядка 81% проголосовавших считают, что господин Хабиров завтра бы не набрал даже 25% голосов республики Башкортостан. Оставшиеся 19% опрошенных полагают, что господин Хабиров набрал бы больше 25%, если бы выборы были завтра. Безусловно, голосовавшие говорили за себя. Понятно, что во многом они оценивали обстановку вокруг и ощущения их знакомых и близких, либо то ощущение, которое они почерпнули из медийного пространства. Но, тем не менее, вот эта ситуация на удивление четко характеризует то, насколько упал рейтинг Хабирова, даже если он был 82% ровно год назад. Мы помним, с каким недоверием отнеслись СМИ и жители республики, когда огласили результаты выборов на пост главы республики Башкортостан. Вот эти невозможные, скандальные 82% за Радия Хабирова, конечно, помнятся нам, и я думаю, что мы должны помнить о них, оценивая ситуацию сейчас, оценивая ситуацию в будущем. Мы должны отталкиваться от этой цифры, насколько бы фантастической она ни была. В прошлом субботнем выпуске я анонсировал новую рубрику «Злые языки». Но это своего рода обсуждение самых злых и самых зловредных слухов, которые случились в нашей республике за истекшую неделю. И вот на прошлой неделе, конечно же, в эту рубрику попадает история с тем, что по телеграм-каналам пронесся шквал новостей об отставке Радия Хабирова. Со всякими красными, оранжевыми и прочими яркими значками, молнией, новости, там, сверхновости и breaking news, телеграм-каналы сообщали, что вопрос отставки Хабирова вопрос уже решенный, что он уже в понедельник начал прощаться со своими сослуживцами и так далее, и так далее. Правда, к концу недели этот пожар уже затух. Эту новость никто не обсуждал и не вспоминал. Подействовала она как какой-то жесткий наркотик на сознание людей в медийном пространстве и, как говорится, выветрился ближе к пятнице. Что же это было, почему и зачем? Ну, во-первых, я все-таки дам оценку этой ситуации и с удивлением очередной раз констатирую, что Радий Хабиров добивается всех негативных результатов, которых добивались его предшественники, существенно быстрее. Муртазу Рахимова мы начали провожать ближе к окончанию его самого длинного в истории Башкортостана срока правления. Рустама Хамитова мы начали провожать где-то примерно через 6 лет после его пришествия к власти. А вот Радий Хабиров справился значительно быстрее. Уже через год после его избрания на пост главы Республики Башкортостан стали появляться вот эти панические слухи. Есть предположение, что подобные волны, информационные атаки предпринимаются с целью, например, прозондировать почву. Как среагирует население, как среагирует медиапространство на подобную новость. Возможно, ее запускают, эту новость, эту волну откуда-то там со старой площади. Я не думаю, что это просто какое-то информационное хулиганство, потому что, во-первых, оно скоординировано, во-вторых, оно идет по определенным каналам и так далее. В общем, конечно, мы были свидетелями того, как быстро Радий Хабиров проходят все этапы развития, которые его предшественники проходили за существенно более длинный срок. На прошедшей неделе господа Сидякин и Мурзагулов добавили нам новостей о своих судебных практиках. Я уже сбился со счетов, в адрес скольки СМИ Сидякин и Мурзагулов и отдельно Сидякин подали иски. Напомню, что глава администрации Радия Хабирова Александр Сидякин судится с большим количеством СМИ и информационных каналов, защищая собственные достоинства, честь и прочее, что у него там осталось. Ну, вообще, конечно, публичному политику, каковым является все-таки Александр Сидякин, судиться со средствами массовой информации, это все равно, что мочиться против ветра. Возможно, облегчение у него когда-нибудь и наступит, но вот отмыться будет практически потом невозможно. Тут действительно включается некий эффект Барбары Страйзент, о котором рассуждала одно из башкирских изданий на прошедшей неделе. Эффект этот заключен в том, что госпожа Страйзент в 2003 году попыталась судиться с одним из фотографов, который неудачно сфотографировал ее дом, пытаясь запретить публикацию этих фотографий. Так вот, в процессе суда и судебного разбирательства недвижимость госпожи Страйзент получила существенно большую известность, чем после того, как этот никому неизвестный фотограф опубликовал фотографию ее дома. Этот эффект, в принципе, неизбежно наступит и в отношении господина Сидякина. Никому неизвестный, по крайней мере широким кругам, неприметный чиновник, который тихонечко проворачивал там свои дела и делишки, господин Сидякин стремительно превращается в медиазвезду, по крайней мере в Башкортостане. Каждое его движение, каждая его сделка теперь рассматривается под микроскопом. И вот уже опять довольно большое количество изданий и республиканских, и федеральных посвятило свое внимание господину Сидякину, чего они делали раньше. Теперь уже всплыла на поверхность история с фондом поддержки предпринимательства, которую, собственно, не хотели замечать до этого, и в которой активно поучаствовал господин Сидякин. В этой истории фигурируют довольно крупные денежные суммы, порядка 500 миллионов рублей, и внимание к этим всем довольно сомнительным операциям теперь приковано пристальное. И так будет впредь. Господин Сидякин раскручивает маховик вот этой собственной известности, превращаясь, повторюсь, из неприметного человечка и неприметного чиновника в весьма заметную фигуру на медийном пространстве. Во все это его втянул, конечно, Ростислав Мурзаголов. Я не знаю, как он убедил Сидякина прославиться теперь на весь мир при помощи вот этих исков, но вот как-то убедил. Я не уверен, что это внутреннее тщеславие и эго Александра Геннадьевича здесь сыграло, хотя, конечно, как все небольшие люди, он обладает колоссальным внутренним эго, колоссальным самомнением, и, судя по всему, где-то тут тоже Мурзагулов сыграл на его тщеславие, подзуживая, что вот смотри, смотри, как они тебя обижают. На самом деле Ростислав, конечно, здесь в большей степени преследовал собственные цели. Он проигрывает в войне с башкирскими СМИ и персонально в войне с Руфой Рахимовой, и Ростиславу понадобились союзники, понадобились дровишки, новые войска, и вот этим вот пушечным мясом он сделал Александр Сидякин. Но не только печальные или постыдные события происходили на прошедшей неделе в Республике Башкортостан, кое-что происходило и торжественное. Я говорю о 101-летии Мустая Карима и о том, как его отмечали в Республике Башкортостан. Несмотря на то, что в стране и в мире бушует пандемия, Радий Хабиров решил все-таки не откладывать почетных и торжественных мероприятий по поводу 101-летия рождения великого башкирского поэта и предпринял акцию награждения деятелей культуры, связанной с этой, прямо скажем, некруглой датой. Казалось бы, все логично. Фильм «Сестренка» снят по мотивам произведения Мустая Карима. «101-летие со дня рождения великого писателя. Повод, события, награды». Награждал-награждал всех Радий Хабиров, значит, режиссера и сценариста и прочее, прочее, прочее. Но тут внезапно на сцене появляется Шамиль Валеев. Появляется он не просто так. Появляется он в этом ведомственном косоворотом сюртуке, пошитом, значит, на него. Появляется он абсолютно в образе и, судя по всему, в гриме Мустая Карима, чем вызвал шок у присутствующих. А многие люди, которые видели Мустая Карима живьем, вздругнули и на мгновение представили, что великий писатель земли башкирской явился к ним с того света. В общем, конечно, Шамиль Валеев ошеломил всех. И в образе Мустая Карима под шумок заполучил звание заслуженного работника печати и средств массовой информации Республики Башкортостан. Несмотря на то, что Шамиль Валеев довольно много лет, как уже, не имеет никакого отношения ни к средствам массовой информации, ни к печати, однако медальку жестяную на грудь заполучил. Это, конечно, была очень смешная и при этом жалкая какая-то история. Человек, который так и не реализовал своих действительно присутствовавших ранее талантов, долгое время именовавший себя каким-то публицистом или еще кем-то, а в последнее время являвшийся руководителем аппарата общественной палаты, пришел вот за вот этим подаянием в совершенно каком-то клоунском, комическом облачении, гриме и прическе. Выглядело, конечно, это довольно грустно, но, суть по всему, та роль, которую играет Шамиль сейчас в общественном пространстве, вполне его устраивает. Мы все помним вот эти вот его видеоролики, где он доказывает, что лицемерить, менять мнение и переобуваться в воздухе – это здорово, правильно и свойственно башкирской натуре. Вот все это, конечно, говорит о глубочайшей деградации интеллигенции в Республике Башкортостан. Говорит о том, что, к сожалению, этому сословию свойственно вот так быстро и на ходу менять свое мнение за достаточно скромное вознаграждение на самом деле.